Борис Бергер и его друзья В нашей студии покажем в камеру афишу предстоящего концерта. Состоится в концертном зале «Сибирь». Достаточно большой состав участников. И вы на фоне алтайских гор. Алтайских же? Алтайских и дороги. Песнячных дорог. Чуйский тракт у нас легендарная дорога. И даже она признана одной из самых красивых дорог мира. По-моему, журналом National Geographic, если я не ошибаюсь. Кто приедет на концерт? Расскажите вкратце о программе. Песня «Счастливых дорог 4», как вы обратили внимание, это уже очередной сборный концерт участников знаменитого проекта, международного фестиваля бородовской песни. «Манжерок под занавес лета», который проходит осенью в третьи выходные сентября на туркомплексе «Манжерок» на Березовой Катуни. И за это время, в этом году он юбилейный будет, десятый фестиваль. Но вот эти концерты, посвященные такие послесловия концерту, проводятся 4-5 раз. И как раз в этом концерте участвуют только те люди, исполнители, авторы, которые бывали на этом фестивале. Это эхо того фестиваля. Совершенно верно, это эхо. Кстати, хорошая тема для какого-то под название. Вот, эхо фестиваля. И в данном случае, в этот раз, приедут ребята, допустим, Вячеслав Васич, грандиозный автор, приедут из Бийска, из Новосибирска. Приедут ребята из Кемерово-Новокузнецка, из Барнаула, Артыбаш и Кольцова, Новосибирская область. Наши местные ребята, наши ансамбли. Причем эти концерты всегда отличаются тем, что они не чисто бардовские, а как бы есть очень много жанров, которые соседствуют, дружат с этим жанром. То есть недалеко они отошли, они какие-то дружественные. Это больше рок или фарклорные коллективы? Рок, совершенно верно. Этно-группы, народные коллективы, все это очень так мягко сожительствует и дополняет друг друга, что у зрителей в зале всегда нет причин даже обратить внимание на то, что они устали, или что-то нудовато, или что-то, какие-то повторения, или что-то... Всегда концерты проходят на Дом Дыхании, и мы, как артисты, кто за кулисами, и ведущие, и участники, и также зрители, слушатели нашего концерта просто не замечают, как пролетает время на одном мгновении, каком-то творческом, взаимопонятном и радостном, потому что теплейшая дружеская атмосфера в зале, какой-то стоит звон счастья, звон какой-то особого состояния души. И, кстати говоря, этими концертами мы как раз и преследуем цель напомнить о том, что было, предупредить и пригласить наших гостей и друзей на то, что будет вот в этом году юбилейный десятый фестиваль, но в то же время... Это на Мажероке. На Мажероке. И в то же время за вот этот период зимний, такой холодный, может быть... Весь год был холодный. Да, и люди из-за пандемии не так активно могли общаться и так далее. И вот мы хотим этим концертом, этим творчеством, этими песнями, замечательными номерами, талантливыми ребятами, их творчеством заполнить вот эти маленькие пустотки, которые образовались в душе наших зрителей, людей, вот, и заполнить их на какое-то восстановление, на вдохновение, на ожидание замечательной весны и лета. Вот такой настрой у нас, и концерт будет очень интересный. Ну, сейчас разрешили залы заполнять уже больше, чем были в предыдущие разы, там, по 50%, сейчас 75%, то есть ожидаете большего внимания? Ну, судя по тому, как приобретаются билеты, мы видим, что тенденция замечательная, и мы очень будем рады встретиться со всеми, кто придет на наш концерт, и подарить им кусочки творчества, кусочки себя, настроения и какую-то радость взаимного общения. Безусловно, бардовская песня всегда ассоциируется с летним периодом, с природой, с выездами в горы, на какие-то туробъекты. Какой план на этот сезон? Будут ли опен-эйры, открытые фестивали? Да, конечно, Глеб и дорогие слушатели, дело в том, что в этом году совместно с администрацией края, с отделом по туризму и курортной деятельности, мы впервые проводим летом на туристическом кластере «Березовая Катунь» мы впервые проводим новый фестиваль, первый фестиваль международный, который будет называться. Нам не нужно выдумывать ничего нового, потому что это название уже всех на слуху, особенно с тем «Березовая Катунь», конечно. Бард-фестиваль «Березовая Катунь», который пригласил уже почетных гостей в лице Леонида Сергеева, знаменитого барда, Юрия Лороса, Сергея Матвеенко и Павла Фахардинова, четырех знаменитых бардов, исполнителей, авторов, которые очень хорошо известны широким кругом. Это в качестве почетных гостей, а в качестве гостей, в том числе не менее почетных, но региональных, мы пригласим, этот список формируется, он практически уже готов, 10 бардов сибирского региона. То есть где-то Омск-Тюмень до Иркутска-Красноярска, мы такой проводим свой тест-отбор. То есть достаточно широкая география. Да, география будет большая, и разноплановые авторы, разноплановые исполнители. Но кроме этого очень много, мы приглашаем всех желающих по участию в этом конкурсе, потому что будет несколько площадок, которые будут функционально заправлены на различные... Особая экономическая зона Березовая Катунь. Совершенно верно, да-да-да. Вот как мы через Катунь переезжаем, прямо большая сцена, направо стационарная сцена, возможно, еще будет детская сцена, площадки эти будут использоваться также для поэтических выступлений. То есть могут авторы-поэты приезжать, композиторы, авторы, полные авторы песен, исполнители. Это будет фестиваль трехдневный, пятница, это 23-25 июля, в пятницу заезд 23-го. Будет огромный палаточный лагерь, настоящий, с охраной, с подведением воды. То есть целый город с санузлами, питание, центры, значит, будут... Большое количество волонтеров, более 30 человек, которые будут осуществлять помощь оргкомитету. Полный комфорт. Полный комфорт и информационную какую-то функцию они будут выполнять. И все, кто приедет на этот фестиваль, увидят очень много знаменитых людей и будут участниками появления новых имен. Ну что ж, Борис, в завершение нашей программы вы не просто так пришли к нам с гитарой. Хочу попросить вас сыграть для наших телезрителей песню. Я сыграю старую добрую песню, так как песни счастливых дорог, а мы в дороге всегда, а без песни в дороге невозможно. Юрий Алексеевич Кукин. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду, а я еду за мечтами, за туманом, и за запахом тайги. А я еду, а я еду за мечтами, за туманом, и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы пихты, солнце, песни и дожди. И пусть полным полон обиды, мне в дорогу чемоданы. Память грусть невозвращенные долги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, и за запахом тайги. А я еду, а я еду за туманом, за мечтами, и за запахом тайги. Ждем вас, друзья, на наш концерт. Уверяю вас, вы запомните этот вечер. Будем дружить дальше. Напоминаем, что концерт «Песни счастливых дорог» состоится в Барнаульском концертном зале «Сибирь» 23 апреля в пятницу. А у нас был в гостях автор и исполнитель песен Борис Бергер. Спасибо, Борис. Спасибо, друзья. Спасибо, Катоне24. Мы давно дружим и приглашаем вас тоже на наш концерт. До встречи в эфире телеканала «Катоне24». Спасибо.